Друзья, здравствуйте! Вас приветствует Лохматая Душа! Субтитры подогнал «Симон» Вчера была встреча по поводу нашего выкупа земли. Юристы опять не смогли до окончательно договориться, там возникли небольшие нюансы. Поэтому сделку перенесли на понедельник. В любом случае, друзья, как только документы будут оформлены, мы сразу вам это выкладываем. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее вам это предоставить. Но, сразу говорю, мы собрали только половинную сумму. Мы собрали всего один миллион. Для сделки нам нужно два. Именно поэтому мы сейчас решаем, как нам просим, чтобы нам дали какую-то рассрочку. Друзья, встреча на Киевском, как видите, в самом разгаре. Нам уже принесли помощь. И я очень благодарна всем, кто уже посетил нас. И очень рада буду увидеть тех, кто к нам еще придет. Спасибо, ребят. Без вашей помощи нам не выжить. Вы это прекрасно понимаете. И я благодарю за то, что вы с нами. Ребята, следующая наша встреча на Киевском вокзале будет 16 ноября, в субботу. Я приглашаю всех. Хотела бы попросить отдельно. У нас очень появилось много малышей. Если можно, друзья, пожалуйста, не могли бы вы на оптовых базах купить баночки тушенки? Обычные тушенки говяжьи. Можно в раз этот самый. На оптовые, они небольшие. Нам эта тушенка нужна для того, чтобы готовить малышам. Это очень удобно. И можно привозить крупы. Любые крупы. Это по поводу того, что нам необходимо сейчас. Из того, что вы можете нам подарить и в руках принести то, что может. Всегда, всегда приветствуются капли от Блох и Глистогонка. Это адвокат, инспектор, Стронхолд. И, ребята, нам необходима еще Бравэкта. В последнее время очень много малышей попадается с ДМД-козом. Я очень вас прошу, ребята, Бравэкта – дорогое лекарство. Но оно эффективное и оно работает. Я прошу вас, если можно, друзья, купите нам Бравэкта. Причем, желательно, с самой большой дозировки, как мы всегда просим. Одну ампулу мы в состоянии разделить на несколько щенят. За это буду искренне благодарна. Теперь по поводу того, что у нас происходит с землей. Вчера происходила сделка, но она не завершена. Так как мы собрали только половину суммы. Мы собрали 1 миллион. Ребята, для заключения сделки нам необходимо 2 миллиона. Поэтому сейчас юристы между собой решают, что мы оплачиваем еще 1 миллион за второй гектар. А третий гектар просим дать нам в рассрочку на полгода, чтобы мы оплачивать могли вносить суммы по 200 тысяч ежемесячно. Ребята, это тяжело, потому что мы с трудом собираем деньги на корм. Если на нас еще будет висеть, как вы понимаете, оплата, ежемесячный платеж за землю, я боюсь, мы просто не справимся. Если можно, друзья, сбор продолжается. И я вас очень прошу, не бойтесь посылать даже по 100 рублей. Приюту это подходит. Понимаете, ваши 100 рублей это килограмм корма. Мы не можем разделять, что вот сегодня сбор только на землю, завтра только на лекарства. Ребят, приют огромен. Жизнь в нем кипит. И работа продолжается каждый день. То есть это не останавливается стройка, это не останавливается лечение животных. Это продолжается уход за животными. Плюс очень много мелочных проблем. Это наши ветнодзоры, это наши клиники, это договора, это мусор и все остальное. И все это требует финансовых вложений. Ребята, если кого-то интересуют наши отчеты, то, пожалуйста, все отчеты идут у нас через бухгалтерию. Мы сдаем все официальные отчеты ежеквартально, полугодично у нас все есть и годовые. С этим проблем нет. Недавно у нас была налоговая проверка. К счастью, у нас все прекрасно и хорошо. Нашли неуплаченный штраф, одну тысячу. Но где-то мы его проморгали. Так что, друзья, я прошу вас, если кого-то интересуют именно финансовые отчеты, пожалуйста, вы можете к нам отдельно обращаться. Мы вам это предоставим. Вывешивать на всеочие обозрения кучу бумаг, это просто забивать эфир. Ребята, еще раз хочу обратиться. Лохматая душа, это прежде всего доверие. Ваше доверие. Если вы нам не доверяете, то, пожалуйста, вы можете помогать другим приютам. Мы не в претензии, ни в коем случае. Потому что, еще раз говорю, спасение бездомных животных, это добровольное. Добровольное желание. Пожалуйста, хотите с нами дружить, хотите нам помогать. Пожалуйста, мы будем очень рады. Но если вы нам не доверяете, если вы в нас сомневаетесь. Друзья, пожалуйста, чтобы не портить ни вам нервы, ни нам. Давайте мы этот вопрос обсудим. Приезжайте. Главное, мы вас приглашаем, чтобы вы приехали и все увидели вашими глазами. Пожалуйста, приезжайте. Ворота открыты для всех. Я приглашаю всех к нам в лохматую душу. От Москвы это недалеко. И я думаю, раз в месяц приехать, или даже просто приехать убедиться. Потому что многие, кто приезжают, говорят, что одно дело смотреть ролики. И совершенно другое увидеть воочию. Вот ко мне недавно приезжали. Девочки. Исключительно. Да. Мы прям поражены были. Душа, конечно, болит очень за эти животные. А животные, вы знаете, как родные. Собачьи. Есть подобные. Нет возможности. Это просто слезы на глаза. Слезы, да. Как жалко. Все хотят домой. Все хотят... Все. Ребята, помогаем. Все помогаем. И не по 100 рублей. По 100 рублей. Это очень мало для такого огромного клиента. Мало, мало. Я считаю, что надо посылать по 1000 для того, чтобы она могла спокойно распределить эти деньги. 100 рублей это ничто. Это ничто. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот еще помощь пришла. 100 лет не виделись. Следующая встреча, сразу говорю, 16 ноября. Хорошо. Так, девчонки, очень-очень рада всех вас видеть. Следующая встреча состоится 16 ноября. Я буду рада вас увидеть еще в следующем месяце. Приезжайте, мои хорошие. Хорошо? Очень рада. Спасибо вам, девочки. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok